Борьба с коррупцией или ее имитация Внимание ведущих европейских и американских СМИ приковано к саммиту БРИКС в Уфе. Несмотря на абсолютно разную подачу, мнение журналистов сводится к одному общему знаменателю. Объединение пяти стран представляет собой убедительный противовес той модели, которую миру навязывали все последние годы и в политике, и в экономике. Еще одна встреча о верхах, которая также проходит в России, может не просто изменить политическую карту планеты, но и повлиять на расстановку сил на мировой арене. Речь идет о Шанхайской организации сотрудничества, в которой в этом году присоединяются еще две ядерные державы – Индия и Пакистан. Пенсионная реформа Киев придумал новый запрет В Верховной Раде подготовили законопроект, в котором утверждается, что слова «Россия» и «Русь» являются на самом деле названием украинской территории по аналогии с термином «Киевская Русь», а значит, употребление этих слов в официальных документах и в СМИ по отношению к Российской Федерации, а также на дорожных указателях и рекламе должно быть запрещено. Тех, кто нарушит этот табу, ждет тюремное заключение сроком до 12 лет. Непонятно, как, следуя украинской логике, должна называться наша страна. Да и с известной идеологической установкой сведомых деятелей «Украина не Россия» выходит не состыковка. В сети на эту тему уже появились саркастические демотиваторы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже вторую неделю новостью номер один на полуострове остается скандал вокруг задержания в Крыму высокопоставленных должностных лиц, министра промышленной политики и главы налоговой инспекции. Однако на этот раз внимание общественности было приковано не к действиям силовиков, а к тому, какую оценку им дало руководство республики. Интересно то, что в категоричности этой оценки свое единодушие проявили как Сергей Аксенов, к его манере выражает свою мысль не просто прямо, а эксцентрично, уже давно все привыкли, так и Владимир Константинов. Бороться с коррупцией тоже нужно уметь. В один голос заявили глава правительства и председатель Государственного совета. Но и это еще не все. Лидеры Крымской весны уверены, что ситуация, в которой оказались крымские чиновники, задержанные силовиками, не халатность или недоразумение, а целенаправленная провокация. Кто прав в этой дискуссии, а кто заблуждается, покажет время, но и, разумеется, следствие. Однако, отбросив эмоции, а их здесь явно больше, чем надо, получаем такую картину. Чиновники делают свою работу, хорошо или плохо, пусть решают те, кому это положено, а силовики тут как тут, что будем честными друг с другом, их прямая обязанность. И, в принципе, ничего ненормального здесь нет. Сразу видно, что никто никого не прикрывает, не то, что раньше при Украине, и песочницы, что называется, совершенно разные, как и положено во всем цивилизованном мире, если бы не одно «но». О личной ответственности Сергей Аксенов предупреждал всех, кто работает недобросовестно. Но ведь и сезон охоты ни для кого не открывал. А вышло так, что в целом благое начинание – отстроить работу команды в условиях, которые иначе как экстремальными не назовешь, чуть было не забуксовало. И все из-за третьей стороны, которая то ли искренне думает, что может помочь таким образом, то ли что-то там непонятное нам, крымчанам, затеяло. Хотя не все ли равно, когда сам итог вызывает столько эмоций. Так где же она, граница между борьбой с коррупцией и охотой на ведьм? Ответ на этот вопрос выясняла наша съемочная группа. В последнее время громкими задержаниями чиновников крымчан удивить сложно. Диапазон внимания правоохранителей оказался весьма широк. От директора Ялтинского торгового порта и главного налоговика Крыма до членов правительства республики. Но, как оказалось, с этим в Крыму не все так просто. Сергей Аксионов дал первому крымскому эксклюзивное интервью, в котором выразил некоторые сомнения по поводу ареста министра промышленной политики Андрея Скрынника. Там было масса вопросов, связанных с тем, что это государственное имущество на протяжении четырех месяцев неоднократно захватывалось различными мошенниками, которые заходили туда со взломом дверей, выгоняли сотрудников ГУПов. Так или иначе, мало того, хочу сказать, что в день задержания Скрынника опять неизвестные товарищи взломали двери в Райпотребсоюз, зашли туда, захватили, выгнали сотрудников органов государственной власти. Не странно ли? Просто господин Скрынник в определенной ситуации, знаете, как избрал неправильный способ защиты. Цели были правильные поставлены, но неправильно сформировал позицию. Поэтому я его отстранять от должности не буду. Вот пройдет публичное разбирательство, увидим в данном случае, все увидят, это не я буду лично принимать решение, увидят в данном случае, что вопрос был решен справедливо, будет такая ситуация. Но, поверьте, интуиция, она меня никогда не обманывает. Показывает, что это просто дымовая завеса, связанная с тем, чтобы имитировать на определенном этапе, вот имитировать борьбу с коррупцией. Пока что борьбу с коррупцией возглавляет Совет Министров, всю без исключения. И в том числе не стесняется говорить о фактах злоупотребления со стороны должностных лиц публично. Мы считаем, что это все органы власти, включая силовые структуры, должны это же самое делать. А я этому поспособствую, поверьте мне. Еще яснее Сергей Аксенов выразил свое отношение к задержанию Скрынника на очередном заседании правительства. По его словам, в Крыму работает группа, располагающая финансовыми ресурсами для провоцирования и дискредитации должностных лиц республики. Именно следствием работы этой группы как раз и стало задержание Андрея Скрынника. Сергей Аксенов уверен, в действиях министра нет и намека на состав преступления и какой-либо корыстный умысел. Хочу сказать, что мы разобрались в деталях в этой ситуации. Абсолютно надуманный материал, к несоответствующей действительности. И прошу коллег учесть, что никого из вас, никто, никому не позволит незаконно задерживать, что-то делать, проводить следственные какие-то действия, связаны именно с тем, что вы каким-то образом допустили незначительные ошибки в части принятия решений, касающихся именно вопросов стыковки украинского и российского законодательства. Как заявил спикер Крымского парламента Владимир Константинов, против руководства республики предпринята беспрецедентная информационная атака, направленная на его дискредитацию. Хотя при этом борьба с коррупцией в чиновничьих коридорах именно сейчас ведется, как никогда, жестко самой крымской властью. После того, как я прочитал, что мы самая коррупционная команда за всю историю Крыма, конечно, в этот день мне захотелось написать заявление и вообще уйти, больше здесь никогда не появляться. Потому что это чистая информационная ложь. Сегодня та команда, которая работает в Крыму, она реально самая чистая, честная из всех, которых я в своей жизни видел в Крыму. Я отвечаю за это своей головой. По мнению Сергея Аксенова, атака на крымскую команду идет со стороны людей, пытающихся элементарно дискредитировать саму республику, как самый молодой субъект Российской Федерации, и взять ее жизнь под свой контроль. Теперь всеми случаями обвинений в адрес крымских чиновников будет заниматься специально созданная комиссия, которую возглавит полпредпрезидент России в Крыму Олег Беловинцев. Здесь просто люди, которые думают, что они сильно умные. Поверьте, мы всех научим. Это я вам гарантирую. Значит, прошу еще раз, говорю, коллег в этом случае, те, которые честно работают, не переживать. Я вам гарантирую, каждый факт задержания будет рассматриваться. Олег Евгеньевич у нас будет председатель комиссии, это мы с Владимиром Андреевичем ходить будем. Будем давать оценку, будем напрямую информировать президента страны. Думаешь над всей этой историей с задержаниями и понимаешь, что в той ситуации, в которой оказался Крым, не просто всем. Подводных камней здесь пруд пруди, того и гляди, споткнешься. Но ведь и на месте стоять нельзя. И получается, что выбор-то особо невелик. Действовать часто густо приходится интуитивно. Но все равно не безогрех выходит. Работают и ошибаются те, кого задерживали. Работают и ошибаются те, кто задерживал. Поэтому единственное, что хочется пожелать всем сторонам возникшего конфликта, это выдержки и терпения. Мы ведь не на Украине, чтобы создавать шумиху там, где без нее в принципе можно обойтись. Или превращать в шоу, мягко говоря, деликатной ситуации. А задержание чиновника по обвинениям, правовые основания которых, прямо скажем, у многих вызывают сомнения, это очень деликатная ситуация. И если здесь не проявить мудрости, проиграют все. Разумеется, кроме тех, кто очень бы хотел взорвать обстановку на полуострове. Да и времени на всякие там скандалы у крымчан немного. Есть чем заняться. Например, дорогами. Именно эта тема была одной из самых обсуждаемых в Крыму на минувшей неделе. Ускорить их ремонт и строительство. Таким было очередное поручение главы федерального правительства Дмитрия Медведева, текст которого недавно появился на официальном сайте Кремля. Кстати, без громких заявлений не обошлось и в этой сфере. Член президиума Госсовета Республики Виталий Нахлупин выразил свое недовольство работой некоторых чиновников с материка. По словам депутата, обвинение Росавтодора в адрес крымчан в будто бы нецелевой растрате средств, которые предназначались на строительство, ремонт и содержание дорог, не имеют под собой оснований. Нахлупин говорит, и полотна дорожного на полуострове было уложено больше запланированного, да и процедуры выбора самих подрядчиков прошли прозрачно. Если же кого и винить в сбоях работы крымчан, то сам Росавтодор местным властям методологическую помощь не оказывал, сроки согласования платежей подрядчикам затягивал. А подрядчики в Крыму оказались серьезными. Те, что строят переход через Керченский пролив, возведут еще и техническую дорогу на Тамань для доставки стройматериалов. А тот подрядчик, который уже ремонтирует участок объездной в Симферополе, пострадавший в результате обвала, готов взяться и за капитальный ремонт дорог в самой крымской столице. А в Симферополе работаем немало. На ее оплату местным властям уже перечислили более трети миллиарда рублей. И на ремонт дорог сплошным полотном власти крымской столицы готовы выйти уже на следующей неделе. Дороги в Крыму делятся на три типа. Плохие, очень плохие и третий вариант – их вообще нет. Причем даже там, где буквально полгода назад проходил ремонт, снова можно разбить ходовую автомобиля. Хотите знать почему? Вот видео, которое ответит на этот вопрос. Асфальт бросается прямо в уши. Конечно, такие случаи единичны, но сомнительная работа подрядчиков действительно имеет место быть. В Крыму после проверки дорожного полотна специальными структурами из России за дело сразу пришлось взяться Следственному комитету. Несколько компаний уже дают пояснение правоохранителям. Но есть еще несколько причин. Фраза «украинское наследие» уже надоела абсолютно всем, но нам ее придется повторить. Ведь именно тогда в дорожной сфере и происходил беспорядок, с которым сейчас не могут справиться ни за год, ни за два. Глобальное строительство дороги – это правильная построенная дорога с тем, что происходят определенные регламентные периоды для замены верхнего слоя. То есть вот этого асфальтного слоя, где образуются трещины, выбоины, за счет самых разных причин, но основание дороги не снимается. Основание дороги – это та подушка, которая берет основную нагрузку на себя. Вот этот элемент дороги – один из самых главных. Сегодня мы наблюдаем, что у нас в некоторых, в большей части, давайте мягко скажу, отсутствует это основание. Ситуация настолько плохая, что даже власти федерального уровня уже обратили внимание на проблему. Сам председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение разобраться, а это уже о многом говорит. Министерству Российской Федерации по делам Крыма совместно с Минтрансом России, Росавтодором, Советом Министров Республики Крым и правительством Севастополя принять меры по ускорению ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Крымского федерального округа. А теперь представьте – лето, курортный сезон, тысячи гостей полуострова, которые едут в самые разные уголки Крыма, и вдруг капитальный ремонт дороги. То есть движение полностью перекрыто, и пробка на трассе растягивается на многие-многие километры. Позитивно ли это повлияет на имидж всероссийской здравницы, которую только начинает массово осваивать российский турист? Именно поэтому многие муниципалитеты, например, в Симферополе, приняли решение сначала обойтись ямочным ремонтом. То есть по-быстрому подлатать то, что совсем уж непригодно для езды. Но такой косметический ремонт недолговечен, и с увеличением потока автомобилей полотно вновь начинает сыпаться. Водители от этого явно не в восторге. Я третий раз подвеску меняю за год уже. Как я могу относиться? Меня бьет это по карману. Сложная ситуация, денег не хватает в бюджете, это понятно, но дороги делать надо. Но просто здесь это не дорога, это направление. Может быть, это специально, чтобы танки не прозлили. Тем не менее, власти города отчитываются. В Крымской столице ямочный ремонт завершили на 160 из 280 улиц, включенных в статью содержания дорог. Восстанавливали наиболее загруженные участки. А с 15 июля водителей Симферополя ждет приятный сюрприз. В городе начнется не ямочный, а долгожданный капитальный ремонт дорог. Администрации уже имеется статья расходов и уже заключены договора с Гипродором на выполнение проектных работ за счет выделения субвенции из федерального бюджета на капитальный ремонт 67 улиц. Другой вопрос, что сейчас власти думают, как бы пойти навстречу подрядчикам. Дело в том, что на свою работу они дают гарантию. Но условия эксплуатации в Крыму уж слишком жесткие. Дороги банально не выдерживают нагрузок. На трассе Керчь-Симферополь, я напомню, это трасса второй категории по российской классификации автомобильных дорог, максимальная суточная нагрузка составляет не более 6 тысяч автомобилей в сутки. Наши замеры трех дней конца июня говорят о том, что у нас автомобили среди недели, среднее число передвижений, это 28 тысяч, 33 тысяч автомобилей в сутки. А на выходных это число увеличивается до 38 тысяч машин. То есть нагрузка на трассу превышает существующие общероссийские нормы в 6-7 раз. И это тема отдельного и очень долгого разговора со всеми профильными службами России. Нужно заново пересмотреть нормативы и гарантийные сроки, чтобы подрядчиков по итогу не заваливали штрафами и добросовестные исполнители не уходили с крымского рынка. Эту работу республиканские власти уже начали. Пока же капитальный ремонт на некоторых участках в республике идет. Например, масштабная реконструкция трассы Симферополь-Керчь. Неудобство это, конечно, доставляет. Но чтобы люди не простаивали в многочасовых пробках, на участке предусмотрели объезд. Он длиннее, но зато двигаться можно спокойно. А вообще водителям советуют смотреть в будущее с позитивом. Улучшение дорог до конца года они точно увидят. Решение дорожной проблемы в Крыму, и в частности в Симферополе, как минимум внушает оптимизм, как максимум впечатляет. Наконец-то и в этой сфере от слов перешли к делам. Причем к таким делам, которыми раньше под соусом различных отговорок никто серьезно не занимался. Это хорошо как для жителей и гостей полуострова, уже уставших ездить по бездорожью, так и для репутации всего Крыма, за которым пристально наблюдает весь мир. Причем не только наблюдает, наиболее любопытные приезжают на полуостров лично. И это несмотря на страшилки в зарубежных СМИ о том, что здесь на каждой улице по БТРу, а люди ходят под конвоем вооруженных автоматчиков. Каково же удивление этих путешественников, когда они понимают, что зря в свой экстрим-тур по Крыму брали каску и бронежилет. Действительно, наши западные коллеги пытаются перевернуть картину с ног на голову не только в Крыму, но и по всем позициям, связанным с Россией. Однако находятся и вполне здравомыслящие, готовые говорить правду. Один из таких Стефан Эберт, причем и не журналист вовсе, обычный рядовой американец. Переводчик по профессии, он решил съездить в Крым, чтобы узнать правду. Правду о том, как на самом деле здесь живут люди. Правду, которую не говорят западные СМИ, зацикленные на антироссийской пропаганде. Нам удалось пообщаться со Стефаном Эбертом и узнать, какой же он Крым глазами американца. Господин Эберт, насколько по вашему приезду в Крым картина, увиденная вами, соответствовала ожидаемой или той, которую описывали в западных СМИ? То, что наши западные СМИ показывают, это вообще не то. Скорее всего, думают, что танки здесь, на каждом углу военнослужащие с автоматами в руках. И я, как человек, уже знающий Россию много лет, я знал, что не так будет. Вероятно, вы уже успели посетить некоторые города, районы полуострова. Вот как жители Крыма реагируют, узнав, что вы американец? Перед этой поездкой узнал, что русские очень плохо относятся. Ну, если гуляю по улице, очевидно, я американец. На меня не то, что не обращают внимания, а нормально. Так что немножко странно, что пишут у нас, что русские очень праздепно. Ну, конечно, я считаю, что даже если бы праздепно относились, я сам понял бы, почему. Господин Эберт, ну вот затрагивая вопросы пропаганды, вы сказали, она в Америке очень сильна, но вот все-таки американцы, неужели они все безоговорочно верят, или все-таки находятся те, которые вполне объективно сомневаются? Дело в том, что американцы не очень-то, как говоришь, ничего личного, но мы не очень интересуемся остальным миром. То есть у них свой мирок, и они строятся... Да, значит, работа, дом, машины, питание. Вот Обама говорит, что Россия – это вторая угроза миру, в мире. А американцы не так считают, да, если бы из Гастепа не каждый день там выступали, вот Россия – вот плохая, Путин – злой, они агрессоры, скорее всего, американцы забыли бы, да. А вот каждый день и в СМИ – тем хуже, да, это меня очень удивляет. Как американец я вырос, ну, я из другого поколения, и СМИ я свободный, да. А для чего вот такая свобода, когда все, что я читаю и вижу, смотрю по телевизору, это очень однобоко выходит. Подводя итоги вашего крымского путешествия, да, уже вторичного, потому что в прошлом году вы приезжали, скажите, вот можно ли сравнить социально-экономические составляющие прошлогодние и в этом году, насколько Крым преобразился? Крым для меня, вот, население – это как южане, странное впечатление, почему, ну, как это южане. Ну, улыбаются, очень много, ну, я сказал, очень много детей здесь, молодых, вот, очень, очень приятное ощущение от, ну, от народа, да. Так что они, ну, живут себя спокойно, я не вижу, чтобы кто-то, я очень часто вступаю в разговоры с людьми, и, по-моему, они очень довольны. Позиция Стефана Эберта вполне объективна. Он не пускается в огульную критику, но и не смотрит на реальность через розовые очки. Говорит то, что видит в действительности. Американец пишет, что проблемы есть, но они будничные. Например, очереди с заменой всевозможных документов, сложности с водоснабжением. Опять же, дороги, но это мы и без американцев знаем. Но чего уж точно нет, так это народного недовольства. Эберт предположил, что это потому, что люди вполне довольны новой жизнью. Хотя недовольные всегда найдутся, например, долгожданное решение о сносе незаконного рынка на улице Козлова в народе попросту козлятника породило целую бурю негодования, причем самих предпринимателей-нелегалов. Нужно уточнить, что недовольство торговцев вызвало то, что снос нелегального рынка начался, когда в торговых павильонах оставался товар. Предприниматели, обеспокоенные его судьбой и слухами о разворовывании их имущества, даже пикет устроили. Впрочем, как выяснилось позже, товар дожидался торговцев на складе. Их, в принципе, понять можно. Никто не хочет терять источник стабильного дохода, пусть даже нелегального. Хотя размещение на этой территории торговых рядов сопряжено с определенными трудностями, даже небезопасно. Вспомнить хотя бы пожар, который произошел там несколько лет назад. В результате один из бутиков сгорел, еще два рядом пострадали. И лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. В общем, дальше тянуть было нельзя. Сейчас демонтаж там идет полным ходом, и теперь все большее количество нелегалов, годами торговавших на этой территории в обход всех законодательных норм, готовы прислушиваться к компромиссным предложениям правительства. Таким образом, эпопея длиною почти в 20 лет подходит к концу. Рынка на улице Козлова больше нет. Эпопея длиною почти в 20 лет подошла к концу. В понедельник начался снос торговых точек. Почему предпринимателей попросили на выход? Все просто, рынок вне закона. Кстати, сами торговцы все время это осознавали и даже признали. То, что рынок существовал незаконно, вы это принимаете, вы это понимаете? Ну, я как юрист, конечно, понимаю. Просто было хорошее и крепкое лобби, которое все прикрывало в случае чего, а заодно зарабатывало себе на безбедную старость. Работать в центре города 360 точек, на которых не обращать внимания ни одна проверяющая служба, 20 лет просто так не могли. То есть это надо умудрить? То есть 20 лет надо быть, чтобы куча была инспекторов и специальных служб, которые просто проходили и не замечали данного объекта. К слову сказать, предприниматели понимали, что рано или поздно их с Козлова уберут. Ждали, думали пошумят, их оставят в покое, как это было раньше. Но нет, сейчас время быстрых, жестких и справедливых решений. Все должны работать по закону. А еще конкуренция на рынках должна быть здоровой. Новая власть, которая пришла, пытается, как она видит, по-своему наводить порядок. Наверное, это правильно. Но с нашей точки зрения, это не должны быть такие радикальные методы. Дальше больше. Торговцы с Козлова поделились на два противоборствующих лагеря. Одни за диалог с властью, другие нет. Предупреждали, уговаривали, упрашивали, давали варианты. К сожалению, последняя встреча, которую мы планировали уже для конструктивного диалога, подготовили места, подготовили конкурс, аукцион, чтобы эти места разыграть. Ну, нас проигнорировали. Вот и получился скандал. История со сносом нелегального рынка быстро облетела весь Крым. Мол, все делалось тайно, под покровом ночи. Да куда тому предприниматели из Козлова отобрали товар, и у всех пропала выручка. По заданию главы республики с предпринимателями встречается министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский. С несколькими активистами он осматривает снесенные ларьки и находит краденый товар, который мирно лежит на складе. Инвентаризирован и под охраной полиции. Я с ответственностью заявляю, что свои вещи я забрала в целости и сохранности. Даже заявляю то, что сумма выручки, которая находилась за неделю, которую я не смогла забрать, потому что мне надо было закупить на него товар, она в полном объеме находилась в сумке. Это тот яркий пример, когда здравый смысл должен взять вверх над эмоциями. Они сейчас, прежде всего, важны. Первое – это законность. Второе – это справедливость. Для людей очень часто справедливость важнее законности. Это понятие такое, его надо очень сбалансированно к нему подходить, потому что, помогая одним, ни в коем случае нельзя унижать и ущемить других. И третье – это честность, прозрачность и открытость. Вот на сегодняшний момент, и этот диалог на сегодня показывает, что мы этих принципов придерживаемся. Понятно, что сложно, понятно, что не всегда это получается, но этот курс мы взяли. А еще садиться за стол переговоров и думать, что делать дальше. Каждый предприниматель, каждый предприниматель готов идти на компромисс с властью. На сегодняшний день, если человек готов получить работу на бирже труда, я думаю, он будет согласен уйти. Естественно, с целым соцпакетом, с зарплатой. Власть в этой истории от предпринимателей не отвернулась и ищет альтернативу. Мы вам покажем все места, которые есть, вы самостоятельно распределите. А я директоров рынка, в том числе и центрального, мы предупредили, проговорили, что до того, как пойдет итоговая встреча, она должна была состояться завтра, но по просьбе предпринимателя мы принесли на понедельник, до того, как пройдет итоговая встреча, мы совместно с предпринимателем не определим, кто на какой рынок, какое место пойдет, ни один объект распределен не будет. Ситуация уже давно приобрела республиканский резонанс. И над тем, как помочь торговцам, с Козлова думают в Совмине тоже. Приняли решение разработать программу, в рамках которой предприниматели смогут получить денежные компенсации. Они, по сути, в рамках той госпрограммы, которая была, на открытие, на начало деятельности индивидуального предпринимателя, 58 тысяч рублей выделялось на то, чтобы на создание одного рабочего места и так далее. Там около 100 тысяч рублей все эти предприниматели получат. То есть, что примерно равноценно стоимости того, что они там, в данном случае, вот эти палатки, которые они там потеряли. А в Министерстве труда и социальной политики готовы предоставить рабочие места через республиканский центр занятости. Мы среди них проведем семинар и разъясним, как они могут в том числе встать на учет как безработные, либо получить услугу от центра занятости в виде подбора рабочих мест. Сегодня по городу Симферополю больше трех тысяч вакансий представлено в службу занятости. И из них около 60 рабочих мест – это места работников торговли. Козлова станет проезжей и свободной. Рынка там не будет. Никакого и никогда. Дали четко понять в администрации Симферополя. Рада, что улицы будут улицами, а рынки – рынками. Все должны однозначно усвоить. В городе наводят порядок, чтобы столица таки стала столицей. Кстати, сами горожане просят уже об этом давно. Такие шалманы строят, такая катастрофа. Я тем более Крым помню в детстве. А это не Крым, это бог знает что стало. Особенно Симферополь. Какой-то ау. Я очень хочу, чтобы площади остались площадями. Симферополь не был. Сплошной грязный базар. Просто стыдно. Он не похож на столицу. Мы мечтаем, чтобы Симферополь выглядел чудесно. Но кто тот герой, который приведет его в порядок? Кто станет этим героем, покажет время. А пока факт остается фактом. Порядок на улице Козлова будет наведен при любых обстоятельствах. Комплексные работы по ремонту дорог и инженерных сетей, находившихся долгие годы под нелегальным рынком, начнутся после завершения демонтажа. При этом предприниматели, работавшие на Козлятнике, препятствовать работе коммунальных служб не будут. После долгих переговоров с ними все-таки удалось найти общий язык. Не все, как обычно, на минувшей неделе складывалось и на другом рынке, мировом. Его основные игроки пристально следили за происходящим на саммите БРИКС и ШОС в российской Уфе. А среди них были и те, кто готов уже сейчас инвестировать в крымскую экономику. Турция – крупнейший партнер шанхайской организации сотрудничества, куда входит и наше государство. Возможно, в будущем ее участник давно устал от политики двойных стандартов, которую так часто практикуют и США, и Европа. Не присоединившись к политике санкций в отношении России, эта страна поступила по-восточному мудро. Если Брюссель хочет нести убытки из-за конфликта Вашингтона и Москвы, на то воля Аллаха. Турецкие бизнесмены быстро восполнят ту нишу, которую освободили бизнесмены европейские. Причем быстро и с удовольствием. Потому как русские для турок – это традиционно очень серьезные деньги. Именно нашим соотечественникам Турция во многом обязана своим экономическим благополучием. И дело не только в нашем туристе, но и в легендарных челноках, которые в свое время оставили в казне этой ближневосточной страны не один десяток миллиардов долларов. Это, согласитесь, важный импульс для развития любой экономики. Что крымчане могут предложить инвесторам в первую очередь, а что во вторую – наш видеоматериал. Убедить инвесторов вкладывать деньги в Крым одними словами не получится. Необходимо обеспечить все условия и показать, насколько перспективны отраслевые направления на полуострове. Над этим уже вовсю трудятся власти республики. К примеру, аграрный комплекс еще несколько лет назад переживал, мягко говоря, не самые лучшие времена. Сейчас же, благодаря помощи из федерального центра, поднимается с колен. Владимир Шукальский занимается земледелием не один десяток лет. Сейчас в его владениях 250 гектаров полей, засеянных различными зерновыми. В июне 2015-го аграрий оказался в числе 28 фермеров, которые выиграли госгрант. На развитие своего дела каждому из них выделили по полтора миллиона рублей. На что пустить государственную помощь, долго думать не пришлось. Основной упор сделал все-таки на культуру земледелия. То есть восстановить поля, держать паровые поля, которые будут отдыхать, соблюдать силы оборотов и сделать все по науке, как должно быть. Одним из условий получения федеральных средств было создание рабочих мест. На одной из них фермер уже нашел работника. Взял на должность комбайнера молодого человека из ближайшего села. Когда-то давно парень уже овладел этой профессией. Но за неимением подобной работы в последние пять лет пришлось переквалифицироваться в «Электрика». Теперь он официально трудоустроен и зарабатывает неплохие деньги. И государству польза, и работа недалеко от дома. Там, к слову, уже подрастает достойная замена. Два сына у меня растут, 8-9 лет. Подрастут, будем приобщать, как бы желание есть у них. Убирают урожай ячменя Валерий уже на новеньком российском комбайне. Кстати, получен он тоже благодаря господдержке. Ну а сам фермер уже считает, сколько будет излишков после уборки зерна. Их он собирается продать в Краснодарский край. Предложения сбытия оттуда поступило достаточно. Не отстают от земледельца и производителей кумыса. Производство этого напитка в Зеленогорском началось еще в 50-е годы прошлого столетия. Но востребован он на Украине не был. В России же кумыс оценили по достоинству. И в 2015-м фермер начал реализовывать около 500 бутылок напитка в день. Почти столько же и производится, но могут и хотят больше. Программа, которая могла бы нам дать возможность максимально извлечь от этого результаты своего труда, увеличить количество рабочих мест, а отсюда и увеличить, естественно, количество продукции. Этот план, а к нему еще и множество документов, руководство предприятия собирается представить властям, чтобы попасть в федеральную программу по поддержке сельхозпроизводителей. Это не только позволит агроферме получить дивиденды, но еще и сделать большой шаг в развитии. А пока производитель кумыса только готовится обратиться в профильное министерство, крымские садоводы и виноградари уже получили 430 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году в планах посадить 600 гектаров виноградников. Перемены к лучшему коснулись и парка профильной техники. В помощь Крыму по государственной программе прибыла партия комбайнов. В этом году сельхозпроизводители готовятся принять еще несколько десятков единиц. В том году мы получили 114 комбайнов, в этом году мы уже получили более 50 комбайнов. Ну и точно так же мы получаем абсолютно новую технику, и дисковые бороны, и культиваторы, и пассивные комплексы, ну и заходят новые трактора. По достоинству оценили такую работу правительства над развитием крымских отраслей и потенциальные заграничные инвесторы. Вкладывать средства турецкие предприниматели планируют чуть ли не во все сферы – от рекреации до строительства крупных промышленных предприятий. Говорят, Крыму присматривались долго. Все-таки вокруг полуострова в западных СМИ развернули целую агитационную кампанию, где постоянно рассказывают – полуостров в упадке и бизнес здесь не выживает. Основной вопрос в том, что часть предпринимателей, которые впервые планировали визит в Крым, свое видение о полуострове формировали из информации СМИ. Но мы им объяснили, что все не так. И уже вот после приезда вчера вечером, пообщавшись с руководством республики, посовещавшись между собой, мы пришли к определенным выводам. Многие вопросы отпали сразу, даже несмотря на то, что мы не видели весь Крым. Да, есть почва, есть климат для инвестиций. Такой интерес турецкой стороны – лучшее подтверждение инвестиционной привлекательности Крыма, считают в Совете министров. Раз они решили вкладывать деньги, значит, они доверяют нам. Это самое главное. Мы не обманем их ожидания. Крымчане смогут действительно выполнить все взятые на себя обязательства в срок и точно согласно тех договоренностей, которые у нас были достигнуты. Теперь турецкая делегация планирует встретиться с профильными министрами, чтобы окончательно утрясти все нюансы предстоящих проектов. А значит, тактика правительства выбрана верно и дает свои первые плоды. Турки не скрывают, что главная цель их инвестиций в Крым – пищевая промышленность, текстиль и туристический кластер, то есть отрасли, в которых эта страна очень сильно преуспела. Во всем остальном, в частности в Аграрке, официальная Анкара – скорее наш принципиальный конкурент, чем партнер. Но договариваясь с турками о развитии одних отраслей, никто не мешает нам принять заманчивые предложения о сотрудничестве в других. Ну, например, от самого Китая. А эта страна не просто партнер России по членству в БРИКС и ШОС, но и наш геополитический и геоэкономический союзник, готовый вкладывать сколько угодно и во что угодно. В общем, вполне очевидно, что вскоре не мы будем приглашать инвесторов, а они искать возможности работать на полуострове. И тогда мы посмотрим, кому отдать предпочтение. Посмотрим особым взглядом. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова